друзья всех приветствую на моем канале конец марта вот такие вот весенние деньки и мы решили заглянуть в лес и сделали это не зря потому что смотрите уже очень много проталин а на самой солнечной стороне прям вот так уже можно даже и просто ходить уже снега практически нет сейчас попробуем пройти вообще посмотреть как себя чувствует природа что у нас здесь новенького вот смотрите тут караеды наверное у нас живут жучки такие но они древесину конечно уже полностью практически уничтожили вот вот такие вот дырочки наверное дятлы или другие птички скорее всего за ними охотили здесь из растений удивляет конечно брусника вот посмотрите только-только сошел снег а брусника уже зеленая скоро она зацветет и потом будут ягодки но ягоды конечно будем собирать только осенью потому что это поздние ягоды будут вот там небольшая речушка бежит и мы сейчас как бы пройдемся вдоль берега вот такие сосны здесь шикарные просто грибов конечно никаких не видно но зато видны вот такие вот лишайники вот видите лишайник такой скорее всего это лишайник пармелия это вот просто мог мухи у нас зеленого цвета поэтому их легко отличить мох от лишайника отличается даже по цвету вот потому что лишайник это симбиоз водорослей и грибов ну а муха тоже такое низшее растение вот здесь конечно все тоже в лишайниках вот он такой беловатый есть уже лишайник такой голубоватый видите народы севера его употребляют в качестве заварки для чая потому что у них много конечно вот здесь смотрите похоже даже на дупло на какое-то но возможно маленькая птичка здесь и поселиться летом сейчас попытаемся здесь пройти ну конечно видите был ураган и очень много поваленных деревьев какие шишечки лежат но это сразу видно что шишечки конечно видите поклеванные уже зимой здесь много у нас птиц разных и вполне не семечки отсюда достают и шишек пока еще не видны почки возможно они где-то и распускаются но наверное ближе на солнечной стороне они будут вот пока еще особо они конечно не видны вот здесь у нас лесная дорожка идет тоже она покрыта прямо льдом на ледью вот видите какой лед и особо по этому льду здесь конечно даже не пройдешь поэтому опять сейчас пойдем вниз сюда вот кстати вот они видны вот такие вот наросты видите это капа да такой вырост вот на дереве это капа похоже на капу есть еще сувель на к но в общем или сувель или капа да там у них очень тонкие отличия а вот это вот все все в пармелии видите вот такой решайник можно взять прям и заварить будет очень вкусно и полезно сейчас будем спускаться вниз вот почечки только-только начинают но здесь они конечно вообще микроскопически но уже наверное через неделю вполне мы их увидим вот прошлогодние листочки как держится смотрите молодой дуб либо они еще не опали вот вообще непонятно у всех опали вот дубков молодых конечно они не спешат опадать почва хочу обратить ваше внимание вот такие вот песчаные и на таких песчаных почвах растут в основном сосна у них корневая система на как бы на поверхности часто ураган валит сосны прямо вместе с корнями но зато здесь очень много растет грибов и даже очень разных перебираемся на другую сторону вот такие котики как у нас действие называют вот эти вот сухие растения такие мягкие они как котики а вот сейчас я вам покажу действительно почки начали распускаться вербочки вот здесь можем посмотреть сейчас приберемся сюда вот смотрите да вот они какие красавчики вот такие уже почки большие так что очень скоро здесь все будет зеленое и красивое а он вообще вербочка стоит полностью распустились почки тоже вдалеке наверно вам не очень видно но тем не менее сейчас выберемся на дорогу вот у нас здесь такая дорога она малопроходимая но очень хорошая потому что в любую погоду по ней человек может приехать и погулять как по парку а машин практически здесь нету вот поэтому сюда приехали вот кстати тоже смотрите мог какой уже новый вид какой-то прям микроскопический такой чем-то напоминает шкурку крота если его погладить ну вот она дорога который очень хорошо прогуляться дорогие друзья здесь такое болотца с этой стороны вот болотца чем отличается сразу можно заметить в лесу верхушки деревья видите такие поломанные то есть если вы летом набрели вот на такое место видите такие поломанные верхушки неказистые тоненькие деревья то возможно нужно конечно сворачивать чтобы не попасть на болото это если вы где-то заблудились потому что с болота конечно можно и не выйти бывают такие ситуации да что кажется вот он выход полянка на самом деле это просто-напросто болото ну вот если присмотреться там даже такой лед виден видите ну туда мы конечно не пойдем ну вот дорогие друзья желаю всем добра еще раз добра пока пока